абсолютно другой вкус это не просто какой-то запеченная ребрышка это по настоящему ребрышки барбекю техасском стиле или в каком он больше нравится очень вкусные привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я готовлю ребрышки ббк или ребрышки барбекю настоящие ребрышки барбекю но они сделаны в духовке не на огне а все равно будут и копченые и с дымком я дал думаю должны получиться очень очень аппетитными рецепт очень простой поэтому давайте делать вместе я выбрал специально ребрышки с молоденькими вот такими косточками они находятся прямо возле грудинки вот два таких красивых ребрышка шикарных сначала я удаляю пленку которая покрывает ребра она очень жесткая и не она здесь не нужна пленочка очень вкусно я думаю кися будет рада мяско откладываю в сторону готовлю пряную смесь для маринования ребрышек барбекю черный перец зира зиры немного можно взять горчичный порошок я беру зерна горчицы сладкая паприка острый каенский перец карри здесь меня не кори здесь у меня корень куркумы сушеный имбирь вкус и аромат сушеного чеснока мне не нравится поэтому я измельчу на терочке обычный свежий чесночок и вот 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 То же самое и делаю со второй половинкой ребрышек. Ребрышки на решетке, а решетка на листике. Я оставлю ребрышки барбекю в обычную простую духовку, которая разогрета до максимальной температуры. Это 200 с хвостиком градусов. И они там будут греться. Минут через 10 я уберу температуру на 200 градусов, 200, 180. И там ребрышки будут запекаться. Пока это все происходит, я приготовлю хороший вкусный соус для ребрышек барбекю. Для этого я буду использовать соус терияки, светлый соевый соус. А здесь у меня три вида моего домашнего уксуса. из абрикоса, из белого винограда и из груши. Вот так. Также я буду использовать инвертный сироп. Друзья, как правильно, вкусно и быстро сделать домашний уксус из разных фруктов, ссылочка вот здесь вверху. А также я буду использовать самый простой, но вкусный кетчуп. А как сделать инвертный сироп, ссылочка вот здесь вверху. У меня уксус очень концентрированный, поэтому я буду добавлять совсем по чуть-чуть, по одной четвертой чайной ложечки. Ой, это много. Эту смесь я нагреваю до кипения чуть-чуть, а уже после того, как смесь начнет слегка пузыриться, я добавлю сюда немного инвертного сиропа. Перед тем, как нагревать соус, я его попробовал для того, чтобы добиться сбалансированного вкуса. Здесь немного не хватает соевого соуса. Также немного терияки. Теперь вкус уже очень хороший, нагреваю. Соус барбекю уже готов, и добавляю немного инвертного сиропа. Классно, отлично. Так-с, проверяю, что здесь происходит. Угу. Ребрышки барбекю стоят в духовке уже час 55 минут при температуре около 200 градусов. Шкварчит. По-моему, оно уже давным-давно готово. Так-с. Подуем. Пока мяско остывает, я вам кое-что покажу, друзья. Сейчас я готовлю маринованный дайкон или кимчи из дайкона. Это очень вкусная закуска. Сезон дайкона. Обалденная штука. Друзья, если вы хотите узнать, как вкусно и быстро и самым здоровым образом замариновать дайкон, ссылочка вот здесь сверху. Пробуем. Да, данным-давно готово. Здесь у меня есть телят из груши. Он настаивается на дубовой щепе уже больше года. Я отсюда достал вот такую маленькую щепочку и с помощью ее я теперь буду добывать дымок для того, чтобы сделать настоящие ребрышки барбекю. И эту щепочку я распущу вдоль на несколько маленьких щепочек. Щепа мокрая, потому что она провела в спирте уже больше года. Теперь я беру небольшой кусочек фольги, заворачиваю сюда щепу и делаю вот такие проколы. Я застелил противень фольгой и сюда кладу ребрышки, эти ребрышки, щепочки. Все это ставлю на нижнюю секцию духовки на самую максимальную температуру, чтобы щепки начали тлеть и давать дымок. Соус барбекю. Ой, какая вкуснятина. Ребрышки уже оголились, то, что я и хотел. Теперь внимание. Переворачиваю ребрышки соусом вниз. Накрываю фольгой. Слегка, вот так. Даже вот так. Вот. Идеально. И ждем. Я поставил духовку под вытяжку, чтобы весь дым втягивала вытяжка. И поставлю сейчас ребрышки на вторую яру, чтобы они слегка прокоптились. Ребрышки слегка прокоптились и прогрелись. Теперь я мажу вторую сторону соусом барбекю и переворачиваю на другую сторону. Так как температура в духовке все-таки не быстро поднимается, как бы мне хотелось, поэтому я уже сейчас фольгой накрывать не буду, чтобы все это слегка еще раз зашкварчало. раз уже грушевый дистиллят попал в камеру, то, конечно же, я буду именно с ним и дегустировать. Как будто бы попал в детство. Конфетки дешес, но со спиртом. Вкуснятина! Паста из авокадо. Вкуснее всего ее пробовать вот так. А теперь вот эта штучка. И вот она с косточком. Вот она. Вот она. Настоящие ребрышки барбекю с дымком. Ой, как пахнет! И, наверное, самая важная прелесть именно барбекю в том, что есть особый соус со сладкой основой. Классно, как пахнет! Не нужно ехать в лес, не нужно покупать дорогую барбекюшницу. Все ароматные. Посмотрите, какое сочное. С дымком и соусом. Я очень много готовил разных ребрышек. И из свинины, и со всех других животных. Абсолютно другой вкус. Это не просто какое-то запеченное ребрышко. Это по-настоящему ребрышки барбекю в техасском стиле или в каком он больше нравится. Очень вкусные. Такая гарная штука. Этот грушовый дистиллят. Обожаю, когда все вкусно получается. Как приятно. Даже можно не закусывать. Друзья, ребрышки барбекю в квартире. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки. Такие же вкусные и жирные, как этот кусочек ребрышка барбекю. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня это самое спокойное место.